Место Писания, которое хочу предложить вашему вниманию, послание апостола Павла и Вехисянам, 5 глава. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание, приятное. Индивидуальность человека, мне кажется, что это под силу только Богу. Это изумительное творчество нашего Творца, создать нас, 6 с лишним миллиардов людей на земле, разными, не похожими друг на друга, но вместе с тем, такими похожими. Потому что Слово Божие говорит, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий. И даже если мы посмотрим на близнецов, которых нельзя как будто различить, но если мы вникнем в их жизнь, если мы вникнем в их поведение, в их характер, мы посмотрим, насколько это разные люди. Бог создал нас такими, индивидуальными, каждого на этой земле. И у нас происходит в процессе жизни формирование личности нашей. Другими словами, мы говорим, это происходит формирование моего характера, формирование меня самого. И здесь есть очень много факторов, которые участвуют в этом процессе. Это и мои родители, это и мои друзья, это окружающая среда. Но самое главное воздействие, которое может оказать некто на человека, это Бог. Бог меняет так людей, как не может изменить никто больше. И влияние на Бога, на людей, оно настолько очевидно, что так влиять не может больше никто. То, что мы получили с рождением от прародителей наших, оно очень заметно. Что мы получили, братья и сестры? А мы получили эту греховную прививку, эту вакцину. И сегодня есть у каждого человека развлечение добра и зла. И апостол Павел однажды сказал, что я замечаю это в своей жизни, что желание и понимание добра, оно есть у меня. Но чтобы его сделать, вот с этим тяжелее. Почему? Потому что есть нечто, что не надо прививать, оно уже привито нам. От прародителей наших. И то, что привито, посмотрите, Павел говорит, 4 глава, 31 текст. Всякое раздражение, ярость и гневе, крики, злоречия и многое другое. Многие негативы, которые есть в нашей жизни, они уже привиты нам с рождением. Во грехах моих родила меня мать моя. А вот чтобы доброе, нужно его что делать? Прививать. Нужно его учить. Нужно ему наставлять. Нужно это доброе насаждать. Как хорошо, если помощниками здесь, как я сказал в начале, есть эти прекрасные люди. Это отец, это мать, есть прекрасные друзья. Но самое важное, друзья, если у нас Бог, который влияет на нашу жизнь. А вот 32 текст. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот с этим сложнее. Этому нужно учиться у кого-то. Это нужно перенимать у кого-то в свою жизнь. Есть такое слово или понятие, которое определяет поведение человека, как характер. Мы говорим, что у каждого есть характер. И этот характер очень разный. Что же это такое? Разные источники говорят по-разному, но в принципе все сходятся к одному, что характер – это совокупность определенных духовных свойств или качеств человека, которые проявляются только, заметьте это слово, друзья мои, только в его поведении. Потому что в Писании есть такое место. Экклезиаст говорит, что и глупец, когда молчит, может показаться каким? Мудрым. Нужно, чтобы он заговорил, чтобы он внутренность свою открыл, языком своим, речью своей, тогда вы увидите настоящую его сущность. И поэтому апостол обращает наше внимание на то, чтобы мы нашу жизнь сверяли с Божьим характером. Какой наш Бог? Я хочу сегодня предложить некоторые рассуждения. Яков говорит нам, братья и сестры, что мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это как? На самом деле. То есть, если ты обладаешь определенными духовными качествами или свойствами, пожалуйста, покажи их. Если они есть, если их нет, в народе просто говорят, в аптеке не купишь. Если их нет, их нет. Но если они есть, обязательно они будут проявлены. Докажи это на самом деле как? Добрым поведением с мудрой кротостью. Поэтому сколько людей в этом мире, столько и характеров. И когда мы соприкасаемся друг с другом, почему-то мы замечаем, что у кого-то такой добродушный, мягкий, покладистый характер, мы говорим, да, это не слабовольный, заметьте, это добродушный, кроткий, спокойный, уравновешенный. А у кого-то мы говорим, у него крутой характер. То есть, у него сильный, он это волевой человек. Если он сказал что-то, он не мякушка, он не мякина, он дело делает и сова свою держит. А иногда говорят, берегись, у меня такой характер. И мы с этим характером, знаете, как, извините, как курица с яйцом носимся по жизни и говорим, берегись, у меня такой характер, мало не покажется. Я вам всем покажу еще, кто я есть на самом деле, или многие другие вещи. Берегись. Друзья мои, но характер – это неврожденное что-то и неизменяемое. Характер – это то, что мы в нашей жизни можем изменять. И поэтому, как хорошо, как хорошо, если мы в этом будем стремиться делать то, о чем я прочитал сейчас. Апостол Павел дает нам правильный ориентир – на кого мы должны в своей жизни равняться. Кто в нашей жизни должен быть идеалом? Эту планка, к которой мы должны идти всю нашу жизнь, стремиться в жизни, в поведении, в характере нашем быть похожими на Христа. Почему? Почему? Потому что, братья и сестры, человек, он всегда стремится кому-то подражать. Обязательно. Он подражает в своих поступках, он подражает в своем лексиконе, в своей речи, в своих словах. Человек подражает кому-то в музыке, кому-то человек подражает в пении, кому-то он подражает во внешнем виде, кому-то он подражает в стиле жизни, обязательно. И он выбирает объект своего подражания. И в этом мире это кумиры, идолы, звезды, на которых люди равняются, на которых стараются быть похожи, на уровень их хотят выйти и так жить, как они. Есть эти идеалы для них. А как у нас, у христиан? Кто является самым высоким идеалом, на который я хочу сегодня в своей жизни равняться и на него быть похожим? И апостол Павел дает правильный адрес. «Подражайте Богу». Что это значит? Это значит, повторяйте то, что делает Бог. Копируйте. Это значит, в нашей жизни нужно перенимать, узнавать то, что делает Бог. Но для того, чтобы, друзья, что-то перенять от кого-то, чему-то научиться от кого-то, нужно время, нужно желание и нужны самые близкие, родственные, теплые отношения с этим человеком. Поэтому, если мы от Бога чего-то хочем научиться, что-то перенять в свою жизнь, мы должны иметь самые теплые, близкие отношения с Богом. Для чего? Для того, чтобы узнавать Его в нашей жизни. Для того, чтобы перенять поступки Божьи, Его характер, Его свойства, ценности Бога в нашу жизнь, чтобы потом делать так, как делал Бог. И поэтому апостол Иоанн в 1-м послании во 2-й главе 6-м текстом говорит, «Если кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как он поступал». И для нас есть сегодня возможность сверить Божий характер, Божью сущность и мою жизнь, мой характер, мою сущность. Как Бог делал и делает, и как это получается реально в моей жизни. Почему, братья и сестры, это так важно? Потому что апостол Павел в послании Римлянам 8-29 говорит, «Потому что Бог определил нас быть подобными образу Сына Своего». У Христа есть образ, и мы на этот образ должны быть похожими, потому что Бог определил нас на это, чтобы мы старались в своей жизни подражать Христу. Как однажды об этом сказал апостол Павел, «Подражайте Христу, как делаю я». Мы начнем сегодня эти рассуждения о каком наш Бог, каким был и есть Христос, и как это проявляется в моей жизни. Однажды, разговаривая с одной семьей, прозвучал такой вопрос, «Можем ли мы на этой земле достичь совершенства? Или это процесс, который мы начали здесь, на этой земле, а закончится только в вечности?» Ну, потому что опять 48 Матфея Христос говорит, «Итак, будьте совершенны». Как совершенны? Отец ваш небесный. Мы пришли к заключению, что полного и окончательного совершенства на этой земле достичь невозможно, по той причине, что мы находимся в греховной плоти, которая мешает нам. Вот когда мы освободимся от нее, вот тогда мы станем подобными ему, потому что увидим его, как он есть, и войдем в Божью славу, в Божье присутствие там, где нет греха. Вот тогда человек вернет себе то, что однажды он имел в Эдемском саду, безгрешную природу. Братья и сестры, самое первое, на что хочу обратить внимание. Я не знаю, является ли это главнейшим атрибутом Бога, но то, с чего Библия начинает всегда, что мы говорим, что является центральной темой Писания. Действие Бога относительно человека – это его любовь. И мы однажды, недавно в собрании слышали, очень объемно брат нам старался преподнести, все же таки, почему Бог есть любовь, и как он эту любовь доказал к нам. Апостол Павел говорит послание римлянам, пятая глава, восьмой текст, он говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Однажды в разговоре со своими учениками Христос говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И начинается тринадцатая глава Евангелия Теана следующими словами, что Христос возлюбил их, сущих в мире учеников своих, до конца возлюбил их. Сердце Бога, оно наполнено огромнейшей любовью к человечеству, как к творению своему. Бог смотрит на нас через Сына Своего, Иисуса Христа, и в доказательство того, что Он возлюбил этот мир, Он отдал Сына Своего. Он просто взял и отдал Его на муки и на смерть, чтобы доказать мне, что это не просто слова, я тебя люблю, это действие, и действие реальные со стороны Бога. Бог проявил это, Он доказал это. Братья и сестры, любовь требует доказательств. И когда мы говорим человеку, я тебя люблю, ему мало этого. И любовь требует доказательств на самом деле. И это то, что сделал Христос. Его сердце наполнено огромной любовью к человечеству. А как это у нас в жизни? Вот как у нас? Первое послание Иоанна. Мы говорим послание любви. Посмотрите, четвертая глава. Седьмой текст. Возлюбленные. Заметьте это слово. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Посмотрите, одиннадцатый текст этой главы. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Как Бог возлюбил нас? А то, что мы прочитали во втором тексте послания Ефесянам, пятой главы. Потому что Бог возлюбил нас и предал себя за нас. Вот какова любовь Бога к нам. Скажите, друзья мои, так наизнанку душу себе, пред Богом, скажите, мы сегодня в состоянии так любить хоть немножко, хоть чуть-чуть так, как Бог. Хоть чуть-чуть так, как Бог. Он отдал своего сына. Отдал и не пожалел. И Иоанн говорит, что если так возлюбил нас Бог, то и мы должны. Если этого во мне нет, то здесь сказано так, что любящий, он рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот пребывает где? В смерти. Апостол Петр в первом послании в четвертой главе он говорит нам в следующий текст. Посмотрите. Более же всего. Иметь все хорошо, но более всего. Смотрите. И имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Второй текст этого послания Ефесянам, когда мы читаем, начинается следующими словами. И живите в любви. Почему я обратил на это слово внимание возлюбленные? Потому что это отношение Бога к нам. Он возлюбил нас и назвал детьми Своим. И Он хочет научить нас, как мы теперь должны любить друг друга. Вот так, как Бог, как Бог возлюбил. Он покрыл Своей любовью все наши недостатки. Он простил нам все наши согрешения. Он подарил нам вечную жизнь и отдал Себя за нас. Любовь покрывает множество грехов, потому что в любви сокрыто прощение. Если человек не прощает, он не любит. Так, как Бог. Евангелие от Матфея 11 глава. Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Каков Христос? Какой характер у Христа? Это то, о чем Он сказал Сам. 29 текст. Возьмите иго мою на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Еще одна отличительная черта Иисуса Христа, нашего Господа, это смирение. Братья и сестры, это то, на что способен Бог с высоты небес оставить все то, что Он имел и опуститься на этот грешный мир. Стать подобным человеком, принять образ раба. Его не кто-то смирял, Он смирил Сам самого себя. И вот эта сущность Бога проявилась сполна, когда мы читаем об Иисусе Христе. Когда Он, Бог, убывает ноги Своим ученикам, подпоясываются полотенцем и говорит, это Я, Я, Учитель Ваш, Я это делаю, хотя Я бы не должен был это делать, но Я хочу Вас научить, чтобы если Ты что-то значишь в этой жизни, если Ты как-то думаешь о себе, что Ты какая-то величина, то Я больше, чем Ты. И если Я, Учитель и Господь, сделал Вам это, умы, у ноги, то и Вы должны поступать точно так в Вашей жизни. Иисус Христос въезжает в Иерусалим не на белом коне, как царь победитель, нет, Он избрал маленького ослика для того, чтобы не превозноситься, не величаться, не кичиться, Он сел на этого бедного животного и въехал в этот город как простой, как простой человек, не как царь на коне. И когда мы посмотрим на жизнь и служение Христа на Его сердце, на то, что Он сделал, братья и сестры, это была готовность Его послужить нам, людям, сойти с этого трона, с пьедестала, с этой высоты, с этой славы Божией и прийти туда, где полно грязи, греха и разврата, чтобы научить нас. А чему научить? Чего хочет Бог от нас, от людей? Чему научить нас? Я вспомню два места Писания и мы будем молиться Богу. Это книга пророка Михея. Книга пророка Михея, шестая глава, восьмой текст. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим». твоим. А как это смиренно, мудренно ходить перед Богом нашим? Апостол Павел, он немножко шире открывает нам эту картину. Когда мы читаем послание филиппийцам, вторую главу, посмотрите, что апостол Павел говорит, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславии, но посмиренно, мудрее почитайте». Братья и сестры, как? Один другого высшим себя. Это очень сложно. Это очень сложно почитать моего брата высшим себя. Если иногда я ни во что не ставлю его или сестру, это очень сложно. Это очень сложно не превозноситься, это очень сложно не тщеславиться, это очень сложно не под силу нам людям, но Бог за нас. Бог хочет изменять нас изнутри, чтобы мы ставали похожи на Христа. Он не превозносился. Он был кроток и смирен сердцем. А это значит, друзья, в духе. И потому пророк Исаия отображает Божье обращение, говорит, а вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного сердца. это тот, кто внутри сокрушен, по-украински сказано, взламанный дух, взламанный, пополам может быть, вот так Бог положил и этот хребет моего своеволя сломал. Для чего? Для того, чтобы я не превозносился, для того, чтобы я почитал один другого высшим себя. Братья и сестры, Бог гордым противится. А что Он смиренным дает? Смиренным дает благодать. А в чем эта благодать заключается, друзья мои? Это заключается благодать, которая записана в 149 псалме. 149 псалм, четвертый текст. Ибо благоволит Господь к народу своему и прославляет смиренных спасением. Вот она благодать. Бог прославляет этих людей смиренных сердцем спасением. Как я хотел бы, чтобы мы начинали узнавать Христа. учиться у Него и перенимать сущность Божию в свою жизнь. Мы сегодня очень разные. Знаете почему? Если каждому подойти и соприкоснуться с Ним лично, и мы увидим, насколько этот Бог, в Которого мы веруем, отображается в нашей жизни. Знаете насколько ровно? Настолько, братья и сестры, насколько мы его лично знаем. И поэтому так хотелось бы, чтобы это пожелание, которое апостол Павел оставил для всех верующих всех времен, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Старайтесь быть похожими на Христа. Нет, не во всем сразу может быть, но взять что-то одно, и как оно в моей жизни работает. Если Бог позволит, мы продолжим наши рассуждения о том, каком наш Христос, и как это в моей жизни. Сегодня я хотел бы, чтобы мы запомнили то, что Иисус доказал свою любовь. Доказал. Скажите, а я свою любовь тоже доказываю или только она на словах. Мы сегодня немножко обратили только внимание на то, каков наш Бог, каково сердце у Него, а Он кроток и смирен сердцем. И Он этому смирению хочет нас научить, потому что гордым у Него объявлена война. И сегодня, придя в этот Божий дом, мы говорим, в собрание святых Божьих детей, мы хотим слышать от Бога Слово, которое бы побуждало нас рассуждать и изменять нашу жизнь. Помолимся Господу. Аминь.